Я попал 10 июля, а 12 августа ему должно было быть 2 годика. И он говорит мне, ты знаешь, пришел снимок, и вот так от этого височка через макушку лопнул череп пополам, только на шкуре держится. Говорит, такой треугольник отколотый в височной части и поломана нижняя челюсть. Нам очень жаль, сынок, но с такими диагнозами не живут. Говорит, я вызвал из Одессы скорую помощь, эту бригаду быстрого реагирования вести мы не будем, потому что уголовная ответственность, если он умрет. Если он умрет раньше, дам отбой, поэтому жди. Вы знаете, братья и сестры, я смотрел на эту картину, человек говорит одно, но так хочется, чтобы открылось небо, есть такие моменты. Но когда Бог зовет сегодня, братья и сестры, часто нас не надо отлаживать, потому что даже выйдя сегодня с молитвенного дома, что случится, братья и сестры, наступит ли завтра, будет ли мир, будет ли благодать для тебя и для меня. И часто Бог тревожит твое ему сердце, но делает это сегодня. И что, сердце открывается, братья и сестры, Бог, Он способен что-то делать. И вы знаете, я преклонил колени, там залез в одни кусты возле больницы и призывал имя Божие. И говорю, Господи, в Твоей власти, говорю, Господь. Я не какой-то, говорю, муж твой, хотя хотелось бы, похоже, быть на Моисея, нам часто на Авраама, братья и сестры, на Давида. Но я говорю, Боже, я не достоин. Говорю, ты можешь, говорю, этого ребенка оставить, я буду тебя благодарить, но можешь его забрать. Я его ложу на жертвенник этого дитя, потому что люди бессильные. И вы знаете, я говорю, Господь, я тебе обещаю, если ты его заберешь, я никогда не буду тебе предъявлять претензии. Я никогда, Иисус, тебе не скажу, зачем ты это сделал, Он в твоих руках. И вы знаете, я не знаю, но так я допускаю сейчас, что видно, Бог принял тогда эту молитву, братья и сестры. Бог принял, вы знаете, зов. И вы знаете, я не знаю, еще ничего видно не было, ребенок живет. Субтитры сделал DimaTorzok